Всем привет, дорогие наши читатели и телезрители! Прямо сейчас у меня в руках юбилейный, тысячный выпуск нашей газеты. Каждый выпуск дается очень непросто, ведь это огромные усилия и корректоров, и редакторов, и фотографов, и даже верстальщиков. Но мы рады быть летописцами истории нашего округа. Давайте вместе посмотрим, что мы вам приготовили на этот раз. Первая полоса выпуска у нас праздничная. Газета издается с 2003 года, а ее первый номер вышел 8 мая. Главной темой совещания президента страны стало развитие внутреннего туризма, а также ситуация с дефицитом некоторых лекарств в аптеках и ростом на них цен. Об этом читайте на второй странице. Андрей Воробьев встретился с членами Комитета семей воинов Отечества. Читайте об этом на странице 3. Многодетным семьям и ветеранам боевых действий газ подключат бесплатно. Просроченные продукты будут блокироваться на кассе, а аналог пушкинской карты сделают для пенсионеров. Эти и другие новости Подмосковья ждут вас на страницах 4 и 5. Работа ЖКХ должна быть безупречной. О чем еще говорили на еженедельной планерке главы округа? Читайте на страницах 6 и 7. Рабочую неделю Андрей Иванов начал с поездки в село Савинская Слобода. Там открылся долгожданный офис врача общей практики. А в Одинцовскую областную больницу поступили четыре новых аппарата ультразвуковой диагностики. Об этом и не только на странице 8. Участник специальной военной операции из Кубинки получил квартиру в новостройке. Об этом на странице 9. Представители клуба «Активное долголетие» поделились с главой муниципалитета своими впечатлениями от организации. Подробности на странице 10. А на странице 11 наша рубрика про молодежь. В этот раз мы расскажем вам о жизни Одинцовских волонтеров. В честь тысячного номера недели сотрудники газеты рассказали, как попали в редакцию. Истории нашего творческого пути ждут вас на страницах 12, 13 и 14. В подкасте «Сами мы не местные». Местный ведущий ОТВ Тимур Арагвилидзе рассказал о своей работе в театре, кино и на телеканале. Интервью с артистом читайте на странице 15. Когда в России появилась купюра номиналом в 1000 рублей? Где появился соус «Тысяча островов» и какова история возникновения книги «Тысяча и одна ночь»? Об этом и не только на странице 16 в рубрике «В диалоге». Далее читайте мысли вслух от нашего постоянного автора. На этой неделе не обошлось и без происшествий. Изучайте рубрику «Закон и порядок». На странице 19 вас ждут актуальные вакансии, а далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ «Про утро», свежий выпуск новостей в 20.00 и подкаст «Сами мы не местные» по пятницам. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию на сайте.